Дай почитать Он действительно особенный поэт в нашей литературе. Он не пользовался изощренными рифмами и чрезмерно сложными символами и образами. Его поэтическая форма прозрачна и гармонична. На его содержание отличается бездонной глубиной. Он прожил долгую жизнь, пережив и гражданскую, и великую отечественную войны, личные трагедии и разочарования. На фронте был ранен в ногу, началась гангрена, ампутация была неизбежна, но до глубокой старости, используя или трость, или протез, он, казалось, не ходил, а летал. По возрасту он принадлежал к поколению Мандельштама, Заболоцкого, Пастернака, но дебютировал поэтическим сборником только в 1962 году. В 1965 Тарковский сформулировал свое отношение к бытию, которому нет места в дольнем мире. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70, есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяку. Издательство АСТ в 2017 году издает любопытную книгу Максима Гуреева «Вселенная Тарковские. Арсений и Андрей», в которой осуществлена попытка проследить становление поэта-отца и режиссера-сына, понять их непростые и неоднозначные взаимоотношения, причины их личных трагедий. В книге много цитат из поэтического наследия Арсения Тарковского, из фильмов «Солярис», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Зеркало» Андрея Тарковского. Из «Евангелия», «Достоевского» книга требует деликатного прочтения. Она непроста и по своей композиции, и, разумеется, по сложным характерам двух явлений нашей культуры – Арсения и Андрея Тарковских. Арсений Тарковский предстает не только как поэт, но и как блестящий переводчик с восточных языков, познакомивший русских читателей со многими произведениями грузинской, туркменской, киргизской поэзии. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова. Интересное описание взаимоотношений Арсения Тарковского с Мариной Цветаевой и Анной Ахматовой. Но особенно трогает несколько раз процитированные письмо в книге «Отца к сыну, навсегда уехавшему за рубеж». Как ты можешь жить без родного языка, без родной природы? Как может быть притягательна чужая земля? Ты сам хорошо знаешь, как Россия прекрасна и достойна любви. Разве не она родила величайших писателей человечества? Дорогие слушатели, побывайте во Вселенной Тарковские вместе с Максимом Гуреевым. До новых встреч!